Я приглашаю директора парка высоких технологий Централа Валерия Ильяновича. Уважаемые участники конкурса, уважаемые жюри, уважаемые представители ресторов, я, конечно, хотел бы выразить прежде всего благодарность всем тем, кто принял участие в настоящий конкурс. Прежде всего, я хочу призвать тех, кто не получил никаких сегодня призов, в общем-то, не воспринимать это как какое-то определенное поражение. Поверьте, опыт и бизнеса этого, IT-бизнеса, и любой жизненный человеческий опыт, он говорит о том, что за одного битого двух небитых дают. То есть, на самом деле, даже самый неудачный или, так сказать, на первый взгляд, не перспективный опыт, он впоследствии может дать гораздо больше эффект, даже по сравнению с теми, кто, в общем-то, все получает быстро и сразу. Поэтому, в общем-то, я знаю даже по опыту общения с венчурными финансистами в Кремниевой долине, где они говорят, что если, скажем, заявитель или команда заявителей дает, скажем, второй или третий раз, то есть проекты, то понятно, что и вторая, и третья заявка, она будет гораздо лучше, сильнее, потому что человек набирается какого-то опыта. И самое главное, что у него есть определенные волевые качества, волевые стремления к тому, чтобы идти, двигаться, придумывать что-то новое, и, в общем-то, на каком-то этапе это обязательно выстрелит. Это всегда выстреливает, и это обязательно выстрелит. Поэтому я, конечно, желаю победителям конкурса не останавливаться на том, что вы достигли сегодня, то есть считать те призы, которые вы сегодня получили, всего лишь одним маленьким шажком вперед на пути создания бизнеса, действительно бизнеса такого, который сегодня представляют компании, основные спонсоры, тот бизнес, который уже вырос реально в крупные, большие, серьезные корпорации, которые сегодня заметны не только на белорусском рынке, но которые заметны сегодня на любом мировом рынке. Основная задача заключается в том, чтобы из человеческого потенциала сделать человеческий капитал. То есть из тех знаний, которые вы сегодня обладаете, из тех творческих идей, которые вы сегодня имеете, чтобы можно было заработать деньги, чтобы можно было сделать из этого капитал, который будет не только вашим личным капиталом, хотя понятно, что к этому нормально стремиться, стремиться, к этому вы должны стремиться, но и, в общем-то, давать работу, давать возможность заработать деньги другим молодым людям, тем, кто с вами будет в дальнейшем работать. И, в общем-то, и экономика знаний, она заключается как раз в том, чтобы научиться, как правильно из знаний делать деньги. То есть мы всегда умели, у нас есть примеры, так сказать, бывшего постсоветского пространства, когда мы умело из денег делаем знания, так сказать, вот, да, а вот чтобы делать из знания деньги, мы находимся, наверное, на каком-то начальном пути нашего движения, и вы, так сказать, тоже, по большому счету, являетесь в этом смысле пионером. На самом деле, здесь один из победителей, там вы говорили по поводу того, что в Сан-Франциско за деньгами, так сказать, собираетесь, я тоже хотел бы такую небольшую новость приоткрыть для вас, вот у нас достигнута договоренность, ряд крупных американских фондов, значит, они выразили заинтересованность в создании здесь, в Беларуси, первого крупного венчурного фонда, куда, в общем-то, придут деньги из, как из этих фондов, так и из компаний-партнеров, которые поддерживают и являются участниками в процессе софинансирования деятельности таких фондов, и, в общем-то, компания СИСХА одна из таких, которая готова выступить в качестве партнеров, так сказать, в создании этого фонда, поэтому я думаю, что, может, вам и не будет большой необходимости, так сказать, ехать в Кремниевую долину, если Кремниевая долина приедет. Вот, ну и, наконец, такая тоже новость для нас, она приятная, вот мы, как бы, в парке высоких технологий провели, подвели итоги за 9 месяцев, но у нас, как бы, хорошая темпа роста, я думаю, что те, кто следит за индустрией IT, они, в принципе, знают о том, что мы растем, и во многом растем, в том числе и благодаря компаниям, которые здесь оказались сегодня нашими основными спонсорами, вот, у нас, мы преодолели за 5 лет, за 6 лет своего существования, начиная с 2006 года, мы преодолели миллиардный рубеж по заработанным деньгам, тоже в нашей компании, заработали уже 1 миллиард, но по итогам 9 месяцев 32 миллиона долларов, то есть за время нашего существования, так что, вот для нас она такая, так сказать, тоже приятная новость, и своего рода это определенный рубеж, о котором мы, по большому счету, как организация, не могли в свое время и мечтать, поэтому я опять же обращаюсь к участникам конкурса, да, если у вас даже есть самое безумное желание, или самые, кажется, нереальные мечты, вы все равно идите, вы все равно пытайтесь их реализовывать, потому что дорогу может осилить только идущие. Спасибо.